ПОДГОТОВКА К ПЕРЕХОДУ Книга Иисуса Невина, 3 глава, с 1 по 8 стих. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситтима, и пришли к Иордану. Он и все сыны Израилевы и ночевали там, еще не переходя его. Через три дня пошли надзиратели по Стану, и дали народу повеление, говоря, «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним». Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу, «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус, «Возьмите ковчег завета и идите пред народом». Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу, «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Размышления, часть первая. Бог идет впереди. Книга Иисуса Навина, третья глава с первого по четвертый стих. Израильтяне во главе с Иисусом Навиным готовятся к переходу через Иордан, еще точно не зная, каким образом Бог собирается перевезти их через эту реку и половодье. Левиты и священники должны идти перед народом и нести ковчег завета, а народ следовать за ними. Ковчег – это священный символ Божьего присутствия и его обетований. Настолько священный, что народу дано указание держаться от него на расстоянии. Вид ковчега будет напоминать, что сам Бог ведет их в землю обетованную. Переход через Иордан очень похож на переход через Черное море. Это не только утвердит Иисуса Навина и в его положении, в положении лидера, но и восстановит и укрепит веру Божьего народа. Случалось ли вам делать что-нибудь своими силами, игнорируя присутствие Бога? «Всегда смотрите на Него, потому что в Нем наш величайший источник силы». Размышления, часть 2. «Осветитесь». Книга Иисуса Навина, 3 глава, с 5 по 8 стих. «Перед тем, как Господь сошел на гору Синай, Моисей приказал израильтянам омыться, Исход 19, 10, 15. И Иисус Навин велит народу осветиться, чтобы приготовить себя к тому, что сотворит Бог. Осветить – значит сделать святым. Во времена Ветхого Завета это обычно означало отделиться от нечистого, а мы в одежды и воздерживаясь от сексуальных отношений. В стихе 7 Господь говорит Иисусу, что прославит Его перед глазами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что Бог будет и с ним, как был с Моисеем. Это поколение слышало лишь рассказы о том, как Червное море раступилось, но теперь они и сами должны пережить подобное чудо. Ищите ли вы Господа перед тем, как начать важное дело? Каким образом вы можете осветиться, чтобы приготовить себя к тому, что Бог собирается совершить в вашей жизни? Молитва. Дорогой Господь, пожалуйста, освети меня, чтобы Ты мог совершать через меня свою благую волю. Пожалуйста, дай мне видение и жажду прославлять Тебя. Я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел, и какой бы ни была Твоя воля. Пусть Твоя слава всегда идет впереди меня в любом моем деле. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok